...известные французы. Шарль де Голь, Мерей Матье, Шарль Азнавор. Встреча Зыкиной с легендарными бедлами пришлась на конец 60-х, когда певицу уже знали в Союзе, да и за рубежом. Людмила Георгиевна с успехом гастролировала по Америке, и однажды зашла в бостонский ресторан. Я с ними познакомилась в ресторане, они меня пригласили туда. Кто не мечтал тогда поздороваться за руку с Джоном, Полом, Ринго и Джорджем? Однако именно они пошли на контакт первыми. Ну, вы можете себе представить конец 60-х годов. Что такое в конце 60-х годов группа Битлз? Тогда это было круче, чем сейчас Мадонна для всего мира. И вдруг вот Людмила Георгиевна, такая, значит, представительница прогрессивной советской культуры, туда приезжает и встречается неожиданно с группой Битлз. С одной стороны, конечно, советские власти могли это расценить как вопиющую идеологическую провокацию против режима. И все же певица не побоялась пригласить квартет из Ливерпуля к столу. Люся Зыкина представилась она. Занятно, сказал Лена. Прекрасное имя для девушки, которая летает в облаках с бриллиантами. По одной из версий, после этой встречи он написал свою знаменитую песню. И потом попросили, чтобы я пела. Они хотели вместе со мной петь Ивушку. Ну, мы пробовали, но ничего не получилось. Тогда Зыкина исполнила для Битлов одну из своих песен, а они подыграли. ПЕСНЯ На прощание Битлз подарили певице свой талисман – серебряный крестик. Она и сегодня носит его в косметичке, но отчего-то никому не показывает. Должно быть, боится сглазить. Маккартни в долгу не остался и тоже после встречи с Зыкиной написал песню «Назад в СССР». Но в Советский Союз Битлов так и не пустили. Железный занавес делил мир на два лагеря. Поэтому и для Зыкиной зарубежные гастроли были настоящим испытанием на прочность.